Всем приветики-пистолетики! И с вами Света и Дарина. И сегодня у нас мукбанг со сладостями и чипсами. Так, ну что, с чего начнём? Я, наверное, начну с этого. С конфет? У нас здесь конфетки Камильфо. Кстати, мы с ними уже снимали, но с другой начинкой. Мы снимали с миндалём и крем-карамель, а это с фисташкой. Да, ну... Да, они вообще... Очень классные. Я надеюсь, их... Там фисташка. Так, ну что, пробуем. Вот такая фисташечка классная. И крем. Поняла. Тоже, по-моему, фисташковый. Огофик. Начинка такая. Я так поняла, тут сверху какой-то крем, а внутри ещё что-то, да? Два разных вида. Неплохие. Вот эти вот от этой фирмы... Как они называются? Вот эти конфетки я вроде три или четыре вида пробовала. Очень вкусно. Несколько пробовали, да? Да, вкусный шоколад вкусный, да? Угу. Достаточно для конфет. Да. До того, как мы вскроем, чуть не забыла опять, предлагаю вам перейти по ссылке, под видео я оставлю ссылку на другой наш канал Света Ф. Заходите, обязательно подписывайтесь. Мы очень рады будем, если вы подпишетесь. Мы там выкладываем, вот несколько выложили уже видео, и хотим вот соревнования у Даринки. Небольшое там видео, семь минут, но я тоже выложу. Как мы делали эти имбирные пряники, да? Тоже это выложим. Ну что, дальше вскрываем. Шоколадки или печеньки? Вот эти, я думаю, может какую-то из этих. Ну я не знаю, кто видел такой, нет. Это, в общем, с нугой и с карамелью. Ну что, какой-то такой там, вот, какая-то штука. Я пробую. Не достану. Наверное, он будет тянуться. Ну да, тут, наверное, не тянущаяся карамель. Это нуга, потому что вообще. Ага. Тянется немножко. А у меня не тянулось. Это типа Марса. Но на Марс намного вкуснее. Угу. Это подобие. Давай следующие. Давай печеньки, можешь, скрываем? Да, давай. Я так прямо на печеньки смотрю, такие новогодние. Увидела, такие красивые. Ой, они... Ну, тут еще, оказывается. Угу, покажи. Угу, да. Хорошее оформление, красивое, да? Да. Вот они вот сейчас. Тут уже видно, вон, смотрю, печеньки. Тут 9 видов печеньок. Интересно. О, вот это в том, что... Их оказалось не так-то просто открыть. О, господи, думаю, сейчас еще надо будет. Еще. Нифига себе, запаковали какой-то. Ого. Очень вкусно пахнет, кстати. Поближе сможешь показать. Сейчас, стой, а не милочка. Да, оформление, кстати, классное. Это русскому производству. Очень даже хорошо. Тут, короче, 9 видов этих... Тут еще их по несколько. Да, по несколько. Ну, мы по одной, наверное, будем пробовать. Я хочу... Я поугадываю, брать. Ну, давай, угадывай. Это какая? Нет, вот. Я не знаю. Ну, возьму эту. Тут, короче... Нет, нет, возьму вот эту все-таки. Я просто прочитаю. Вот, я возьму. Масло сливочное, апельсин, вишня, шоколад, лесной орех, кокос, экстракт ванили. А мы будем угадывать, да? Так, а я какую возьму? Я вот такую вот. Это был орех вкус? Там лесной орех был. Это типа нутеллы. Это лесной орех. Да? Так, а я эту пробую. Они так красиво, кстати, сделаны аккуратненько. Сделали их очень аккуратненько. Я еще одну хочу. Вот эту. Это, по-моему, апельсин. Вот, вот эту вот. Ой. Там было что-то, типа, купники или малина? Ну, ягоды какой-то. Вишня. Вишня. Вишня, да, вишня. Вишня, вот. Вишня. Печеньки такие хрустящие. Я хочу следующий, смотри, мам. Она там с шоколадом сзади. Смотрите, это просто белая, а там шоколад. А они все. Они все с шоколадом. Да. Ты только сейчас заметил. А я апельсину взяла. А, а я брала... Вот, апельсин без шоколада. А я брала тут, смотри, вот шоколад, ну, вот, видишь? И тут шоколад тоже. А апельсиновые без шоколада. Ага. А это просто печенька. Здесь ничего, просто шоколадом сзади. Ну, это просто шоколадная печенька. Но мне они понравились. Очень классные печеньки. Вкусные. Ага. Так, следующий. Я что-то вот так вот пробую. Ну, ладно. Тогда мне эту брать. И, кстати, нету шоколада. Это какой-то джем. А вот какой джем? Интересно? Печеньки за счет, конечно. Я хочу вот это пробовать. Упала. Кстати. А, по-моему, это вишня. Это вишня, по-моему, Дарин. Там был вкус кокос. Это кокос. Это я не понимаю. Просто печенье с шоколадом делаем. Мне так было холодно. Ну, здесь у нас... Мы снимаем в комнате холодной. Самой холодной. Сейчас я чай попила. Мне так жарко стало. Так, а что я беру? Что, я эту возьму тогда? Я буду вот так вот делать. Я хочу, которую ты еще брала. Вот уже покрыто. Хотя, я возьму вот... Ну, что это взять? Ну, она вкусная была? Апельсин. Просто апельсиновый. И чё? У меня апельсин. А вот это я не знаю, что за джем. Не поняла. Это, по-моему, тоже апельсин. Только с шоколадом. А это апельсин без шоколада. Кстати, их не пором, но их по три штуки каждый. И, кстати, поздравляем подписчиков. Скоро крещение будет. 19-го числа. Кто купался в проруби, пишите. Ну, те предыдущие года. Я вот ни разу не ныряла, потому что для меня холодная вода это просто ужас. А Даринка один раз ныряла на крещение. Это когда было? Я не помню. Ой, это без... Тебе где-то было лет восемь, всё равно пробуй. Лет восемь. Я хочу вот эту попробовать. Эту кокосовую я беру сейчас. А, это мы просто белушку. Вот это с чем? Просто печенька с шоколадом тоже очень хорошая. Я тогда это возьму. Вот то, что ты только что пробовал. А с кокосом очень вкусная. У тебя сколько лет было, когда ты ныряла? По-моему, восемь, да? Угу. Да, не девочка. Да. Я просто удивилась, думаю, ничего себе. И тогда было холодно. По-моему, около 20 градусов мороза было, да? Кстати, пишут, ну, предположительно, что у нас будет где-то 18 градусов. Но это более-менее реально. Не 35. А сегодня у нас сколько было? Мы в воскресенье сейчас снимаем, а выложим в понедельник. Где-то около 26, минус 26. И Даринка даже отказалась на лыжах кататься. На тренировке. Ну, там он прям спросил, можете побегать, можете покататься. Но там все остальные, кроме нас, троих, ну, вот мы только втроём бегали. Все остальные там поехали. Ну, а для меня вот на лыжах в такую погоду намного замерзаешь сильнее, чем когда бежишь. Бежишь не так замерзаешь. Я не очень... У меня руки, глаз. Самое главное, да, у меня не замерзают вообще пальцы. Угу. А на лыжах, когда идешь, у тебя конечности очень замерзают. Само тело, оно согрето, нормально всё. А конечности замерзают. Вот. Ну, на беге у меня очень сильно лицо замерзло. Оно никак не согревается. Угу. Даже, даже когда я это... Даже когда на лыжах катаюсь, у меня лицо не так сильно мерзнет, когда я бегаю. Ещё когда бежишь, руки очень мерзнут. Ну, вот, плечи, предплечья. Ну, да, всё такое было. Потому что при беге больше всего и мерзнет лицо, и руки. Так. Я дальше продолжаю пробовать. Я уже вот эти все, мне осталось вот эти вот попробовать. Ну что, я беру вот это вот. Я хочу повторный какой-нибудь, но их всего три там. Да. Давай по одной все попробуем виды, хорошо? Ага. А мне это будет. У тебя как раз вот тёмный. Да, и тут такой крем интересный. Я не знаю, ванильный, наверное, крем, да? Скорее всего. Угу. И подписчики, пишите, кто нырял на Крещение. Мне интересно. А я почему-то не могу себя пересилить, потому что я очень плохо переношу холодную воду. Мне прямо кажется, что у меня сердце становится. Поэтому я не решаюсь пока. Он же в море не может стоять нормально. Я не могу, у меня с детства так. Я просто не переношу холодную воду. Ммм, вот клопатка. Угу. У меня осталось две попробовать. И вот это, мне кажется, очень тоже вкусно. Типа нутелла, да? С шоколадом. Угу. Вот это самое вкусное здесь. Это вот это и вот это. Ну и вот это ещё. Вот эти три, они самые-самые вкусные. Вот это вот вкусно, действительно. А для меня вот это и вот это самые вкусные. Ну вот эти вот три у меня самые вкусные. Вот это вот. Ты её не пробовала, наверное. Она очень вкусная. Пробовала. Ммм, и это тоже. здесь крем одинаковый просто это шоколадная печенька это белая у нас остались получается где шоколадки кстати kit kat с дедом морозом и одна из моих любимых это риттер спорт а я хочу с кокосом давай чуть-чуть расскажи чуть-чуть я буду тогда несколько видео говорили хорошо я ездила до влаги лишь один раз и он был на море зуб у меня это черном море это черно это черное море кстати мармеладки видим ну вы увидели уже на рисунке в виде этого пряничного человечка новогодние с разными вкусами ой как они вкусно пахнут а это что это нет этого форме снеговика я их люблю но у меня от них очень зубы болят сильнее всего именно от них почему-то и потому что нельзя жевать они попадают в зубы нужно рассасывать какую мне взять я вот этого пряничного человечек возьму я кстати рукава закатала что не жарко да что после чая стало так жарковато мы кстати молочный улун пьем тогда буду рассасывать ну короче так я сказала на море ездила на три недели мы туда ездили причем ехали они сколько расскажи на поезде три дня три дня добирались от нашего сактовкара и обратно три дня они только неделю ехали в общей сложности внутри недели я не считаю я считаю это все проведено время в вагере поездка не считается да получается она отсутствовала ты ровно месяц тебя не было дома почти месяц да почти месяц и это было прошлым летом да тебе 10 лет было ты более то девятнадцатый да ты пятый класс закончила до тогда и доринка очень в лагерь просил нет пятый класс я же закончила это два четвертый класс когда закончила младший а ты уже начальное звено когда закончила да и очень просилась до ринка а да я просилась и упал потом что-то по работе там у многих наверно все ездили да оплатили да снеговика но если там там у нас короче были дискотеки кружки всякие конкурсы на это понятно и самое главное конечно на море мы ходили но мы знаете как то море ходили мы два раза в день ходили утром вечером но мы купались там вот мы приходили и нас короче ну было утром 5 вы какой 5 3 захода по 5 минут ну как-то все это очень мало то очень мало вообще и день вечером было два захода по 5 минут да и да ну кстати вот я там просто момент был рассказала то что там там еще знаете как там несколько отрядов звали ну отряда 3 где-то или 4 то общем сидел дядя какой-то на стуле с этим громкоговорителем постоянно он весь как негр был потому что сидел под этим солнцем палящим и ну у нас там он типа говорил вожатые в воду вожатые там по колен заходили потом говорю дети воду когда он говорю дети в воду а сам на 1 все так веселись верны это такое знаешь такое цунами детей с волнами такое идет и все еще орут как независанные да 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 господи и там еще у нас ну мы же не можем со всеми на пляже там же все дети ну потеряю отдельно кончика когда ну там стоят буйки такие небольшие на пляже самом и даже ну вот территория это где можно я пока буду вскрывать да вот и там просто а там ну мы же не можем у нас же нет какого-то отдельного там пляжа что ли непонятного мы также на море как люди просто у нас чуть-чуть отдельная территория и там люди рядом сидят такие просто смотрят на вот господи дети дети вы откуда инопланетяне какие-то да я это очень впервые хочу показать киткат какой давать о да я можно смс подожди он так пахнет кстати а там по вниз головой дедушка я не поняла нет ни вниз головой руки 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 бери бери в морозилку держал отламываем дедушку на тебе кусочек рассказывай и а еще себе чай добавлю подожди я без тебя буду рассказывать о гений я просто гений упал да надо учиться сейчас буду рассказать всякие истории ой нет мама пошла за чаем а я буду продолжать говорить сейчас какие-нибудь истории с лагера которые помню ну думаю понятно вот вот ну все там очень там надо очень рано вставать ну как там вот отбой где-то в 10 часов до у нас был и вставали мы то ли 8 то ли всем то ли всем 30 как-то так я кстати вставала нормально как бы режим был но потому что я поздно но ночью там ну иногда мы там сидели но мы максимум там до 11 сидели потом все равно ложились спать с девочками вот у нас мама появилась в кадре и я еще не сказала про комнаты и то что там вообще ну как бы у нас там было несколько у нас было вот ну где комнаты были у нас было три корпуса и корпуса корпуса и или даже четыре корпуса и она административка там тоже были комнаты я не поняла просто вот кто-то из знакомых там говорил что у них были комнаты в административке это страшно очень как-то ну понимаешь у нас в корпусе номер два вот и там эти корпуса вот вот четыре четыре или три там они трехэтажные вот первым ну там как бы и первый этаж он как на две половины разделен как бы одна половина там два отряда и другая половина два отряда но у нас кстати в отряд были разные но минимум там два человек да ты давай скрывай я буду рассказывать вот вроде нас короче было 30 человек в заряди 8 нет нас даже было больше нас было дни 30 нас 32 было а в каком-то отряде вообще 40 человек представь это больше чем в классе нас классе человек 25 вроде кокосовый десерт а я тоже хочу попробовать как вкусно пахнет любую филой но кокос не очень чувствуется нет все равно вкусно но вкусно на ну вот так вот я вообще на сказал но у нас был вот давно средства человека было нас на одном этаже вроде я не помню вот то ли 3 отряда а нет у нас на это же было три отряда там и самом начале какой-то отряд не знаю потом мы у нас кстати был пятый отряд и потом там еще отряд вроде чем меньше тем старше там еще с детдом были ну понятно в лагерь там всегда с детдома мне кажется вот кто в лагере был там всегда будут дети которые с детдома вот это было три этажа и как бы третий этаж он вообще на какой-то я не понимаю как там дети там были там ну потому что мы часто мылись и там иногда в душе не хватало места и мы шли на второй этаж там потом что-то такие ну решили сходить на третий вдруг там что-то есть там посмотри господи то там так страшно там еще как-то на первом этаже вообще там так там еще вахта светло наверное больше света попадает вот комнаты у нас были все буквально все-все-все не важно даже в административке в корпусах корпусах же правильно сказала там по 4 было человека они примерно все были ну почти все одинаково ну где-то там менялась как бы ну расположение но мебель то даже было и кровати вот я кстати как-то помню что вот с третьего этажа нам на балкон и прям чуть не попала у нас там до балкончик еще были выливали воду какие-то пацаны их потом там часто ну наверно это вот во всех как-то лягушек там их там короче заставили потом отжиматься что-то делать писать что они им да да я помню сама не там у нас из отряда 4 вроде ну давай чаек и в следующем видео наверно продолжим да да я просто тут обещал одной подписчице но как обещал меня очень попросила даша подписчица передать ей привет привет тебе даша спасибо что поддерживаешь и смотришь нашему банги и вопросы она просила тоже ответить на несколько вопросов сейчас ответим и будем чипсы на и нужно время-то идет так отдашь и вопрос какой ваш любимый стиль одежды кстати мы уже отвечали это спортивный стиль у меня ударинки по-моему тоже спортивный то есть та одежда которая удобная ни в коем случае не классическая мне мне вообще неудобно да и стиль в одежде он же определяется образом жизни если тренер и тренируюсь не знаю постоянно хожу на работу на тренировки мне как какой одежде ходить естественно спортивной в основном в лосинах всегда в футболке хожу мне нравится очень свободные такие вот худи такие свитшоты какие-нибудь кофты я тоже очень люблю свободные я облегающие вообще ненавижу не лосина не эти платья ну кстати нет только топики я люблю вот только топики а топики красивые которые неважно любые мне еще я часто смотрю там в инстаграме или где-нибудь в магазине любом кинуть платье юбки я бы тоже хотела но как-то вот все как-то не до этого ну да я что-то не любитель юбок и платья потому что вроде юбка или платье какой-то хочется купить такой нет я тут штаны пойду купить да следующий вопрос много ли пользуетесь косметикой и вообще любите краситься да краситься кстати я люблю даша и я перед каждым видео всегда кран видео я всегда крашусь обязательно на работу да крашусь редко когда я вот так вот чтоб не крашу но может быть один раз в неделю и попадается но иногда даже всю неделю могу красить и не сильно много крашусь как брови обязательно и ресницы вот это обязательно остальное как по это по настроению если у вас кумиры кто они кумиров кстати нету я точно тебе скажу даша как-то у меня нет такого что кумир нет никогда у меня такого не было ударился интересно есть кумира но было может когда-то было год назад ну что все сладости мы убрали и открываем лэйс кстати не сказали с красной икрой новый год короче у нас продолжается все никак не заканчивается ну вроде пахнет икрой но как-то ну вроде бы да ой так кстати много да такая большая пачка и они просто плоские вкус икры вспомнила да прямо четко четко да я честно вы есть кстати не очень люблю только рифленые у них ну принципе иногда поесть тоже неплохо да это же рифленые обожаю но эти тоже вкусные ну такая у нас клееная какая-то носок у меня да наверно в лагере много что за три недели это происходило да так что на нескольких мукбангах будешь рассказывать там очень много историй это надо следующий мукбанг будем тоже сказать еще может я не знаю кто тянется но я постараюсь более-менее сжато рассказывать и быстро но а в общем если подытожить ты тогда ну на ударинке же был телефон она с собой телефон мы едали она звонила нам это я уже рассказываю со своей позиции как я вижу здесь когда я была в шахтавкаре они там нет что там там так тяжело в этом я уже хочу домой но вот такие истории наверно у кого есть дети знают что дети потом начинают что не это не нравится мне то не нравится мне не нравится еда хотя там у них была группа вконтакте и мы могли каждый день но заходить и видеть например у них что у них какие мероприятия плоти до того как их кормят что за кстати кормили их хорошо пять раз в день еще поэта соник хорошо да соником вроде даже там прям меню выкладывали там дома бутерброды с маслом и семом гай там это но действительно мы еще такие смотрим ничего себе я бы не отказалась от такой еды а даринка говорила мы голодные что-то не доедаем я как бы сейчас вот понимала там потому что там еда была нормально вкусная но просто из-за режима я постоянно хотела кушать потому что они многое не ели оказывается все там еще вроде фотографии когда вот смена там родина некоторых боя фотографиях мы видели да там постоянно фотографии выкладывали и их чё еще заманивала что там рядом со столовой как рядом в одном здании был магазин по-моему да где продавали всякие булки шоколадки и так далее все дети туда рвались я же деньги даринки с собой дали и да потому что как нет смотрите вот нам давали родители в конверт вложили деньги и писали там типа написано записывали сколько в день там ну эти конверты конечно же детям не отдавали потому что они все ну и украсть могут и все да 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 вот и поэтому эти деньги выдавали ну брали куда-то туда у них в лагере и выдавали да сколько как мне вроде 100 рублей в день да мы написали выдавайте по 100 рублей в день да но не как-то знаешь как там выдача выдача была там как-то непонятно там не каждый день через два дня могу даже через четыре через пять дней дача и мне давали за пять дней все 500 рублей сразу же могли да тогда а я вот не знала об этом вы по-моему мороженое покупали вот и мы эти деньги можно будет тратить магазин потом у нас еще были экскурсии но они там не дешево я причем самую дорогую взяла я просто там был смотрите там вроде какие-то конные прогулки были потом дельфинарий был потом веревочный парк вот-вот куда я пошла там еще с тиром еще аквапарк был на его что-то там убрали потому что фигня какая-то типа неудобно было но понятно в аквапарк что пойти с детьми да это ответственность большая естественно никто его поэтому убрали у детей был выбор им как бы предложили выбирать там еще там еще какие-то большие цветы типа ездили смотреть еще что там 5 вроде было я пошла саму причем дорогую я сказала веревочный парк он там многоэтажный да мы ездили там там еще я купила слаймы вот еще куда деньги можно было тратить вот там еще меня вымыли эту магнитик этот 100 рублей вроде да он висит да на холодильнике я там такая в тире с этим пистолетом еще сказка какой-то там еще потом надо будет деньги но при этом вот надо оставить было деньги потом в конце мы шли ну у нас там когда уже уезжать надо было продукты купить да там как обратно на обратную дорогу из сувенирующего но это пожелание на продукты главное деньги на продукты оставить понятно их кормили в поезде но это недостаточно еще что-то там нужно было кстати да поезде кормили два раза по-моему на три 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 у нас там там захочешь там столовая можно сказать сиденье сидишь в отдельном вагоне да да их нас кормили и ну и туда и обратно нас понятно кормили естественно три дня еще выдавали еду но уже в лагере в поезде выдавали еду так что вы представляете как мы дарик далеко от юга находимся что ну естественно мы на севере живем а нам нужно к югу спуститься это три дня как раз ехать поезд с детьми там небо пассажиров только дети я представляю конечно если пассажиры они бы наверно с ума сошли с вами нет у нас прям вагон вагоны только дети никаких пассажиров ну купе конечно это по моему слишком купе да и зачем это неудобно ну как бы у нас там еще был сопровождающие ну как бы которые в поезде с нами в женщинам но она в вагоне именно там вроде бы дед-дом был где-то он как-то и сыктывкары вроде все потом еще буду про лагер рассказывать в следующем видео продолжит это еще со мной рассказывают еще не мелкие ну историще мелкие истории там google но я надеюсь вам интересно но мне кажется должно быть интересно я многим расскажу кому не интересно послушать как ты в лагере был потому что там столько всего было что да и сравнить допустим кто-то был тоже в лагере интересно же сравнить я просто свой лагерь потом подключусь до следующему банги когда я была один раз в лагере тоже один раз так что буду сегодня уже прощаться подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы заходите наш канал смотрите видео вот я надеюсь мы вам понравимся до новых встреч и всем пока